Я Ильдар знаю давно уже, почти два года с ним знакомый. Вчера он мне казался напуганным, подавленным на него постоянно. Потому что я так понимаю, что он не ожидал, конечно, такого отношения к себе. Обычно он намного более живой и общительный человек. Вчера у меня как бы не было мнений в том, что он мне говорит правду. Поэтому, в общем, будем рассчитывать на то, что его улыбка к нему вернется. Потому что вчера, конечно, речи о каких-то положительных моментах не шло вообще. Он был даже в какой-то отчаянии, понимаете. Он говорит, что он в российские суды про хранительные органы не верит. Он исключительно верит только в европейский суд по правам человека, что касается его приговора. Также он не верит в то, что ему какие-то, допустим, прокурорская проверка какая-то еще смог помочь в этой ситуации, которая сейчас с ним сложилась. Он рассчитывает только на общественное мнение, на общественный резонанс. Поэтому, в первую очередь, просил именно эту информацию довести до общества. Я не знаю, что с ним могло произойти вчера после моего ухода. Потому что есть у меня некоторые опасения, что могло он произойти, допустим, каким-то образом его наказать или еще что-то. Потому что ему, по его словам, сам начальник колонии говорил, что если он будет жаловаться, то его докопают за забором колонии. Сейчас, я думаю, что чем больше и сильнее идет общественный резонанс, чем больше будут вмешиваться различные органы, как защитные, так и государственные, и общественные, я думаю, что все это, наоборот, должно помочь. В дальнейшем все должно прекратиться. Главное, что он просто не дожил до этого времени. Я понимаю, что завтра уже должна быть проверка какая-то. Я надеюсь, что уже с этого момента все должно для него в положительную сторону. Сам Эльдар говорил, что он не хочет перерываться по другую колонию. Он хочет именно оставаться там и добиваться прекращения всей противозаконной деятельности администрации колонии. То есть для него цель не уйти оттуда и не допресечь все эти действия. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...